Во всех энциклопедиях, посвященных искусству мастеров эпохи Возрождения, имя Фра Филиппо Липпи, он же Филиппо де Томазо, неизменно занимает одно из самых почетных мест. Выдающийся живописец из Флоренции писал картины на религиозные сюжеты. Впрочем, в то время практически не существовало иных сюжетов, особенно для художников духовного звания, кроме религиозных. На полотнах Липпи перед зрителями представали Мадонны с необычайно одухотворенными лицами. «Обратите внимание, Липпи всегда удается соединить, казалось бы, совершенно несовместимое», сказал однажды о живописце сам Папа Пий II. «Его Мадонны создают благочестивое настроение при большом реализме техники и колорите жизни». Он пишет живых, страстных женщин, но они у него святые. Особенно высоко римская курия ценила фрески Липпи в соборе Прата в Смолета, изображающие святого Стефана. Маэстро Липпи был монахом, что не мешало ему прослыть одним из самых галантных кавалеров и страстных любовников. И вот однажды его настигла страсть, с которой он не сумел совладать. Возможно, было это так. Летом 1456 года он приехал в город Прата и подошел к женскому монастырю Санта-Маргарита. Знаменитого в то время живописца встречала сама настоятельница монастыря. Она пребывала в отличном расположении духа, не сказанно довольная тем, что великий маэстро, которого оценил сам папа, согласился написать лик Мадонны для алтаря монастырской капеллы. К немалому удивлению настоятельницы, ничего ранее не знавшая знаменитого маэстро, тот оказался кармелитским монахом в возрасте примерно 50 лет. Однако фра Липпи выглядел значительно моложе своих лет, был очень подвижен и энергичен, был остроумен и порой шутил, делая весьма двусмысленные намеки. Матушка была в восторге от маэстро. «Мы отвели вам самую удобную келью и приготовили место для работы, где никто не посмеет вас беспокоить», сияя от удовольствия, сообщала дорогому гостю мать-настоятельница и доверительно дополнила, понизив голос. «У нас прекрасная кухня, просто отменная, и даже есть свой неплохой винный подребок». «Прекрасно, матушка!» оживленно потер руки художник. «Пожалуй, сегодня я отведаю качество вашей кухни и воздам должное вину из погребка, а завтра осмотрю капеллу и отдохну с дороги, помолясь, начну работать». «Как вам угодно», сказала матушка. «А теперь немножко отвлечемся от нашей темы, чтобы понять поведение самого маэстро. Обратимся к прекрасной книге Джорджа Вазари «Жизноописание художников», где он пишет о фра Филиппо Лупе. «Был же он, как говорят, настолько привержен Венере, что, увидя женщин, которые ему понравились, он готов был отдать последнее ради возможности ими обладать. И если он не добивался этой возможности никакими средствами, то изображал этих женщин на своих картинах, рассудком охлаждая пыл своей любви. И это вожделение настолько сбивало его с толку, что, находясь в таком состоянии, он мало или вовсе не уделял внимания тем работам, за которые брался. И вот в одном из таких случаев Казима Дей Медичи, для которого фра Филиппа работал в его доме, запер его, чтобы тот не выходил на улицу и не терял времени зря. Он же, не пробывая двух дней, побуждаемый любовным, вернее, животным неистовством, нарезал ножницами полосы из постельных простынь, спустился через окно и много дней предавался своим наслаждением, пока не был найден и возвращен обратно. Но вернемся туда, где и происходила история нашего героя в прато. Сегодня в прато этого монастыря святой Маргариты нет, но другие святыни остались. Осмотрев капеллу, художник приступил к работе. Матушка-настоятельница не могла нарадоваться. Еще бы, ведь работа самого Липпи привлечет в монастырь новый поток паломников и молящихся, а главное, серьезно возрастут доходы монастыря, так думала настоятельница. Но однажды утром маэстро пришел к ней с озабоченным видом. Что-нибудь случилось, уважаемый маэстро? Чем вы обеспокоены? Возникли некоторые сложности в работе, матушка. Глядя в открытое окно на проходивших монахинь, мрачно сообщил художник. Сложности? Матушка опустила голову от волнения, стараясь успокоиться. Боже, неужели заветной мече не суждено сбыться? Неужели в капелле монастыря Санта Маргарита не воссияет написанный знаменитым маэстро лик Пресвятой Девы? Что я могу сделать для вас? спросила настоятельница. А мне нужна натурщица. Знаете ли, матушка, довольно трудно писать Мадонну, не имея перед глазами живой натуры? Господи, и только-то я даю полное право выбрать вам любую из монахинь моего монастыря в качестве натурщицы. Фра Филиппа подумал и словно во сне увидел прекрасное лицо монахини. Хорошо, и он выбрал вот эту Лукрецию Бути. Девушке было в ту пору всего восемнадцать лет. До чего же она была хороша? Над высоким чистым лбом вились светлые волосы, глаза сияли голубыми сапфирами, губы казались спелой малиной, а румянцу ее личико могла позавидовать сама заря. Когда Лукреция вошла в мастерскую художника, она увидела мягко улыбающегося мужчину. Не красавец и не урод, но с такими ясными и зовущими глазами, что девушка даже забыла, зачем пришла. художник работал с наслаждением, все больше и больше влюбляясь в прекрасную Лукрецию. И Лукреция отвечала ему взаимностью. Вскоре работа была закончена и в образе обворожительной Мадонны все увидели прекрасное лицо монахини Лукреции Бути. У Мадонны были те же большие выразительные глаза, полные ласковой печали, светлые вьющиеся локоны и загадочная улыбка на чуть припухших алых губах. Казалось, молодая женщина, изображенная на картине, знает нечто, о чем предпочитает умолчать. 8 сентября монахини монастыря Санта-Маргарита со всеми прихожанами города Прадо. Примерно так, а может быть иначе, отмечали праздник Святого Пояса Марии, что является самым торжественным религиозным моментом дня. В этот день монастырь покинул маэстро фра Филиппа Лупи. Неожиданно К настоятельнице подошла одна из старших монахинь и глухо сказала «У нас случилось большое несчастье. Матушка, после вечерней молитвы мы нигде не могли найти сестру Лукрецию. Говорить о состоянии настоятельницы нет необходимости». Но обратимся опять к жизнеописанию в Азаре. Он пишет «Фра Филиппа, заглядевшись на Лукрецию и влюбившись в нее всеми правдами и неправдами, добился того, что похитил Лукрецию у монашек и увел ее в тот самый день, когда она пошла смотреть на перенесение пояса Богоматери чтимую реликвию города Пратта». Монахини были весьма опозорены этим обстоятельством и невеселее было и отцу ее Франческо, который приложил все усилия, чтобы получить ее обратно. Но она либо из страха, либо по другой причине так и не пожелала возвратиться, а предпочла остаться у Филиппа, от которого у нее родился ребенок мужского пола, названный также Филиппом и ставший в последствии подобно отцу отличнейшим и знаменитым живописцем. Кстати, жили они неподалеку от самого монастыря. Спустя несколько лет у невенчанной Чаты родилась дочь Александра, и тогда художник и его покровитель Казима Медичи обратились лично к папе Римскому, умоляя его разрешить ему и его невенчанной жене снять с себя монашеский сам. Небывалый случай, но папа Пий II пошел навстречу мольбам великого художника. Полагаю, Судана только сковывает его творчество и мешает счастливой семейной жизни, мудро решил папа. Иногда мне кажется, что уйдя в мир, Филиппа станет только ближе к Богу. В самой знаменитой картине Мадонна с младенцем и двумя ангелами по сути семейный портрет, где Мадонна жена Филиппа Лукреция Бути, а ангелы их дети. Его Мадонны очаровательные невинные девушки, в лиге которых он изображал свою любимую Лукрецию. Так ли это было на самом деле или нет? Похитил ли он свою Мадонну из монастыря или нет? Это и не столь важно, ибо творчество и жизнь великого художника в описании знаменитого Джакома Базари лишь подтверждает приведенные события. Всего тринадцать лет он прожил со своей любимой Лукрецией и умер восьмого октября тысячу четыреста шестьдесят девятого года в спалетто и похоронен в соборе. Эпитафия на его надгробии в переводе Александра Блока гласит «Здесь я покоюсь Филипп живописец навеки бессмертный дивная прелесть моей кисти у всех на устах душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски набожных душу умел голосом Бога смутить даже природа сама на мои заглядевшись созданием принуждена меня звать мастером равным себе в раморном этом гробу меня упокоил Лаврентий Медичи прежде чем я в низменный прах обращусь вот такая история любви хотите верьте хотите нет мастером Субтитры создавал DimaTorzok